Но не только коронакризис влияет на комфортную среду. Чистая питьевая вода – один из главных критериев жизни, особенно на селе. Вот, к примеру, деревня Усть-Китерма в Крутинском районе. Уже сейчас местные жители готовятся к тому, что им придется зимой топить снег. Водонапорная башня вот-вот упадет, а вода в колодце разбавлена нечистотами, уверяют люди. И никому из чиновников до этого нет дела. Наш репортаж. Главная достопримечательность деревни Усть-Китерма – водонапорная башня – к зимнему сезону не готова. Сгоревший электрощиток местные жители поменяли, скинулись по 100 рублей. А вот, чтобы ее полностью привести в порядок, требуется около миллиона. Местная администрация разводит руками, мол, денег нет. Многолетнюю проблему решили просто – организовали подвоз воды. Вот только ее стоимость – 2200 рублей за куб – не устраивает почти никого. Но башня, так называемая, Пизанская башня, которую можно действительно показать достопримечательности и возить туристов, чуть ли не падает. То есть с нее мы качаем воду. Полную даже ее не набираем, потому что под угрозой ее обрушения. Держится она на двух тросах. Два троса и лестница держат эту башню. Тут находится, может находиться где-то, наверное, кубов 30 воды, но находится вся половина. Также в зимний период, то есть башня не утеплена, у нее нету этих, какого-нибудь обогрева, и в зимний период деревня не получает воду, то есть она просто перемерзает. В деревне пользуемся, либо таем снег, собираем с крыши, либо где-то будет чистый, либо берем вот с озера, с протоки, если воды достаточно. Но в этом году было жарко, и воды там нету. То есть уже как бы получится зимой с озера, брать воду негде будет с протоки. То есть только тает снег, тал и снег брать. Клавдия Еременко, едва сдерживая слезы, признается, что лучшие годы для деревни – советское время, когда работал колхоз. Сегодня она главный сторожил Усть-Китермы. Прожила здесь более 60 лет. Гибель нашей деревни, прожила, ладно. Гибель, мы живем одним, не днем, а часом. Часом. Такого не было, такого. На пицце не все было. На пицце, лето, зима. Сейчас зима придет, не знаешь, как помыться, как постирать. А как даже и чай приготовить. Ну ладно, вот за мной ходит соцработник, но она мне принесет. А другие как? Ну без воды как? Ну мучаются люди. Вот с речки берут, там стекаются с озера эти, все воды эти. Ну, в общем-то, непригодные. Запасной вариант для людей – вода из местной речки. А чтобы отбить неприятный вкус, они добавляют в прокипяченную воду мяту и чебрец. Администрация сельского поселения на краю деревни выкопала колодец. Вот только не учла некоторые важные факторы. На здоровье людей чиновникам Крутинского района, похоже, глубоко наплевать. У нас рядом есть само кладбище Ускитерминское, вот это болото камыши, там вода стоит, то есть даже утки плавают. Дальше находится скотомогильник, который был раньше на ферме. Председатель местного самоуправления Петров нам сказал, что если мы с водой не будем там решать, башня упадет, то вся деревня должна брать воду с этого колодца. Во-первых, она находится на окраине деревни, то есть даже с той стороны деревни далеко возить, особенно зимой тут переметают все это самое. И вода, конечно, она низкого качества, то есть она и мутная, и неизвестно ее не чертифицировали, ничего, то есть она даже, ну, непонятно, питьевая, не питьевая. Вы воду здесь не берете? Здесь мы воду не берем. Об опасном уклоне водонапорной башни люди не раз говорили и писали своим главам. Напоминали они и о том, что подземные резиновые шланги зарыты неглубоко. Перемерзает постоянно. А еще среди проблем деревни – транспортное сообщение, отсутствие газа и медицинского работника. Пенсии на все не хватает. Ну вот какие пенсии у нас? У нас нищие пенсии. Вот я больной человек. У меня полпенсии уходит только на лекарство. А газ – тысяча баллон. Свет – тысяча. 950. Свет – тысяча у меня выходит. И лекарства. А что остается? Придешь в магазин и посмотришь, то ли взять. Хозяйство я держать не могу, потому что я больной человек. Это корову держать я не буду. И молоко посмотришь, то ли взять, то ли не взять. То ли хватит мне этой пенсии до следующей пенсии, то ли нет. Главной достопримечательности Усть-Китермы, по всей видимости, осталось стоять недолго. Как уверяют местные жители, угол наклона за последний месяц увеличился на 2 градуса. Поэтому люди с нетерпением ждут снегопада. Константин Ткачев, Александр Филиппов, Обком ТВ. Продолжение следует.